Привет, друзья! В этом уроке расскажу, как создавать материал вот такого вот состаренного зеркала. Это рендер одного из наших старых проектов начала 2018 года. И давайте разберемся с тем, из чего состоит этот материал, почему он не такой простой, как кажется. Идея здесь в том, что зеркало имеет толщину, предположим, где-то 5 мм. И у него, по сути, как бы две поверхности, которые отражают свет. Это поверхность металла, которая в данном случае имеет такую интересную фактуру, он состарен. И вторая поверхность – это стекло, которое над этим материалом, оно абсолютно гладкое. Поэтому нам необходимо эти две поверхности с вами воспроизвести. Как мы будем это делать? Мы возьмем такую плоскость, примерно совпадающую с размером нашей, с пропорциями нашей карты. И создадим Corona Layered MTL, многослойный короновский материал. То есть, вот он, Corona Layered MTL. Здесь обязательно ставим галочку Discard Old Material. Вот, накидываем этот материал на наш объект. И теперь мы видим здесь, что есть базовый материал Base MTL и какие-то слои. Их может быть много. Значит, базовый материал будет как раз-таки вот этот состаренный хром-подложка нашего зеркала. Мы кликаем сюда и на кнопку Non и выбираем здесь Corona MTL. Обычный стандартный короновский материал. И делаем материал зеркалом. То есть, это делается просто. Сначала убираем весь диффуз, потому что у металлов, как мы знаем из наших многочисленных марафонов, наверное, многие знают, что нету цвета у металлов. То есть, цвет у металлов задается цветом отражений. Соответственно, эти отражения мы здесь поднимаем. И дальше нам необходимо параметры френелевских отражений, которые особенно присущат металлам, поднять на достаточно большое значение. То есть, у диэлектриков, то есть, не металлов, это значение где-то от 1,5 до 4 в диапазоне, а у металлов где-то от 4 до бесконечности, до 999. Соответственно, 50 достаточно адекватное значение. И теперь нам необходимо фактуру придать. То есть, у нас получился материал зеркала. Сейчас нам необходимо свойство глосса, то есть, глянцевость. Его как-то маскировать. И так получается слишком равномерно. Нам нужна какая-то фактура. Поэтому мы кликаем сюда на эту кнопку и выбираем корона, то есть, maps, корона, корона, битмап. И выбираем какую-то текстурку. Сейчас я вам покажу ее. Выглядит она следующим образом. Вот такая текстура черно-белая. И согласно градиенту от черного к белому, в более светлых участках, эта карта будет давать больше отражений, а в более темных участках она будет давать меньше отражений. То есть, материал будет выглядеть более матовым. И мы это сразу видим на нашем объекте. А дальше, что я хочу здесь откорректировать? Я хочу откорректировать ее контраст. Поэтому я кликаю на корону битмап и выбираю здесь корона color correct. Дважды кликаю и галочку ставлю здесь внизу. И нажимаю на OK. Если я поднимаю яркость этой карты, то мы видим, что материал становится значительно более отражающим, потому что светлые участки или средние по яркости участки становятся более интенсивными, более яркими, соответственно, более отражающими. А если я сейчас контрастность еще тоже приподниму, то она еще разведет светлые и темные участки, контрастность по концам спектра. И получается, что более темные участки становятся вообще черными, а серенькие участки становятся совсем белыми. И давайте попробуем увидеть это на непосредственно нашем объекте. Запускаем интерактивный рендер и видим с вами такой результат. А если бы у нас все было здесь по нулям, то, видите, это зеркало было бы очень-очень матовым. Поэтому можно значения оставить примерно такие. Все это делается на глаз. Соответственно, возвращаемся обратно. И здесь на что надо обратить внимание. У нас сейчас вот это свойство матированности, оно маскировано, все окей. Но я хочу, чтобы у нас было больше фактуры именно вот в этих прожилках, темных участках. Здесь логика такая, что поскольку именно интенсивность самого свойства отражений у нас не маскирована никак, то этот объект отражает везде одинаково, даже вот в этих темных участках. Поэтому нам, чтобы придать фактуру, необходимо вот эту карту перетащить сюда именно на цвет отражений методом копия. И таким образом мы за счет этой карты, за счет ее темных участков маскируем само свойство отражений. То есть в более темных участках материал еще отражает слабее, не так равномерно. Но сейчас как-то слишком грубый эффект, поэтому я захожу в эту карту и высветлю-ка я ее побольше. Немножко сгладит этот эффект. Возвращаемся обратно. И, собственно, материалом зеркала непосредственно я доволен. Теперь давайте сделаем материал стекла. Возвращаемся на самый исходный уровень. И здесь создаем слой. Кликаем на «но» и выбираем опять же «корона МТЛ». Здесь мы создаем материал, который обычно используется как лак, например, на дереве, ну или в данном случае со стеклом. Поскольку лак, он, как правило, тоже прозрачный, то альбедо у него всегда тоже на нуле, цвета у него нет. И у него есть рефлекшн, то есть отражение максимальное. В принципе, все. А теперь мы возвращаемся обратно и проявляем свойства этого материала, этой глянцевой поверхности. Видите, сейчас это просто абсолютно глянцевая поверхность. На 50%. И давайте повращаемся. Найдем какое-нибудь интересное отражение. Видим светильник, который отражается в нашем зеркале. Видим, что отражение на самом деле очень четкое. При том, что здесь у нас самый состаренный участок этого зеркала. И давайте сравним с помощью рендера регионом, как будет выглядеть этот участочек, если мы наш лак отключим. Отключаем лак и видим, что просто становится все суперматовое. Потому что как бы исчезает наше стекло. Добавляем слой с нашим стеклом. И поверхность этого материала становится гладкая, как в реальной жизни. А под более касательным углом этот материал будет выглядеть еще более реалистично. То есть еще более отражающе. Давайте еще немножко повращаемся с разных углов. Посмотрим на этот материал. У меня, как видите, здесь выбрана студийная HDR карта. Ну, вернее, карта из помещения. Это позволяет убрать все остальные предметы и рендерить наш конкретный материал, который мы создаем, максимально-максимально быстро при освещении в условиях помещения. Вот. В принципе, я думаю, что все. Единственное, что здесь можно еще добавить, это попробовать сделать слой стекла чуть более глянцевым. Поэтому можно, допустим, на двоечку поставить свойства френалевских отражений у нашего стекла. Таким образом мы делаем его чуточку более отражающим. Можно на троечку поставить, например. Но здесь уже как бы по вкусу. Надеюсь, урок этот был полезен, друзья. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, подписывайтесь на наш Instagram, следите за нашими бесплатными уроками и участвуйте в наших бесплатных марафонах. На них я даю огромное количество контента. Спасибо за внимание. Надеюсь, урок был полезен. Спасибо за внимание.